Место Маяковского начинается с Кутаиси. Здесь находится могила отца поэта. Здесь же в Кутаиси Маяковский поступает в гимназию, перед которой теперь его памятник. По словам будущего поэта, экзамен в гимназию выдержал. Спросили про якорь на моем рукаве. Знал хорошо, но священник спросил, что такое око. Я ответил, три фунта, так по грузински. Грузинский для Маяковского был вторым родным языком. А это мера сыпучих веществ. Око находится в родном доме Маяковского в Багдаде, в Западной Грузии и Меретии. Здесь ирок, из которого пили вину, отвечает рождение Володи. Багдадцы любят великого земляка и почитают его. До сих пор молодожены обязательно посещают дом музея Маяковского в день свадьбы. Со своей стороны Владимир Владимирович всегда считал себя багдадским парнем и писал. Я в долгу перед вами, багдадские небеса. Мы должны почтить поэзию Маяковского, его незабвенную лирику. Мы должны хранить память о Маяковске как о символе дружбы между грузинскими и русскими народом. Вечер, посвященный великому поэту, в родном Багдаде оказался он редко степлым и задушевым. Здесь звучали песни и стихи на русском и грузинском языках. Наш Бог – бег. Сердце – наш барабан. Если наших золот небесний, нас лишь жалят пули оса. Наше оружие, наши песни, наше золото – звенящие голоса. Это чувство гордости. Я бы не сказала, что это чувство, знаете, чего вот как-то, как бы кто-то у русского народа крадет Маяковского. Это не так. Мы все знаем, что он был русский. Мы прекрасно это понимаем. Но то, что он родился и вырос, и главное, что у него какой-то грузинский характер даже в своих стихах. Ритм грузинский, эмоция грузинская. Я не знаю, если бы он родился в России, может, и писал бы такие стихи, но во всяком случае, какая-то доля правды в этих словах, о чем я сейчас говорю, думаю, есть. Организаторы вечера намерены придать Дням Маяковского в Грузии международный статус, чтобы в Багдаде съезжались, как это бывало ранее, литераторы и почитатели творчества Владимира Владимировича со всего бывшего Советского Союза и других государств. Тукзар Кереселидзе, Багдади, Грузия, специально для НТВ.